28 сентября свой профессиональный праздник отметили работники атомной промышленности. Именно в этот день, в 1942 году, Государственный комитет обороны Советского Союза издал распоряжение об организации работ по урану. В бизнес-центре Тверь прошла фотовыставка, отразившая все этапы становления одной из самых ключевых отраслей отечественной экономики. 75 лет атомной промышленности, опережая время. Фотоэкспозиция под таким названием вобрала в себя все моменты создания и развития отрасли. От появления первой в мире атомной электростанции до строительства АЭС по всему Советскому Союзу. Одну из них в 70-м году решено было возвести в Удомельском районе. Юрий Кузьмич Терехин приехал на струйку из Северодвинска и хорошо помнит, как непросто было работать. Например, остро стоял кадровый вопрос. Монтажники, они все в то время были раскиданы по нашим друзьям. И Венгрия, Болгария, Германия. И мало было таких классных монтажников. А набирали солдата. Тем не менее, все трудности были успешно преодолены. В запланированный срок, 9 мая 1984 года, на Калининской атомной электростанции запустили первый реактор. Сейчас КАЭС является важнейшим предприятием региона, который вырабатывает 80% всей электроэнергии нашей области. Это уникальнейшее предприятие. И нашей области повезло, что на ее территории, в Удоминском районе, оно располагается. Это сплав науки, человеческой мысли, высокопрофессиональный коллектив. В нашей атомной станции очень большие заслуги и перед нашей областью, и перед муниципальным образованием. Это крупнейший налогоплательщик, это большой работодатель. В частности, неплохой шанс найти работу на КАЭС имеют выпускники Тверского технического университета. Такие направления, как электроэнергетика, как теплотехника, теплоэнергетика, они достаточно актуальны не только в энергетической сфере, в теплоэнергетической сфере, но и в сфере атомной энергии тоже. Эта выставка проработает до 11 октября. Ее посетители, ставшие еще и участниками праздничной викторины, отмечали. Такие экспозиции очень познавательны и имеют большое значение. Они дают четкое понимание, какую роль играет атомная энергетика, обеспечивая не только электричеством, но и гарантируя обороноспособность нашей страны.